Но чтобы не сдаваться, нужно знать, как действовать, понимаете, потому что многие люди не знают. Вот, например, допустим, если у человека была неправильная вера, допустим, парень любил девушку. Если парень сильно любит девушку, очень сильно, то он начинает верить в девушку. Ну, то есть, что человек любит, то он и верит. Допустим, маленький ребенок родился, и мама начинает верить в ребенка. А верить надо в Бога, понимаете? Ну, то есть, если у человека вера неправильная, он попадет в стресс обязательно, потому что неправильный источник веры не может дать то, что ты ожидаешь от него. Ну, допустим, ребенок не может дать маме то, что она от него ожидает, хоть она в него верит. И парень не получит от девушки, которую он любит, то, что он от нее ожидает. Ну, то есть, если ребенок, он с мамой будет оставаться, пока он не созреет, а потом, если она сильно привязана к нему была, то он начинает от нее бегать, будет испытывать неприятные чувства по отношению к ней. И мама испытает в это время тяжелейший стресс. Она почувствуется одинокой. Точно так же девушка, когда ее любит вот такой слепой любовью, это называется любовь-вера, она не может ему отдать назад то, что он хочет. Ей плохо становится, тяжело находиться рядом с человеком. С этим человеком у нее ощущение, что как будто из них высасывают все силы рядом с этим человеком. Поднимите руку, кто так не выдержал любви человека и не смог с ним находиться рядом. Вот это страшная такая ситуация, когда тебя так любят, как будто Бога. Ну, то есть, слепая любовь такая, она безумная совершенно. И она все выматывается силой, человек просто становится обессиленным, он не может находиться рядом с этим человеком, ему тяжело становится. И он не может, не выдерживает и уходит от этого человека. Ну, то есть, видите, вера это серьезная штука. Ну, то есть, вера фактически предназначена для того, чтобы наполнить чувство собственного достоинства радостью, силой, победой. Вот представьте, допустим, вы во что-то верите, что это должно дать? Силу, радость, легкость сердца, чувство победы, чувство, что все хорошо в жизни. Это правильная вера. Но если человек что-то любит, и эта любовь иссушает его, истощает его, делает его несчастным, то это неправильная вера. А как определить, что это просто любовь? Ну, нормально, люди же должны любить. Или любовь вера? Если это просто любовь, то ты тогда, ну, в общем, определить очень просто. Если ты веришь в Бога, еще кого-то любишь, значит, это нормально. Потому что любовь к человеку все равно высушит тебя, если ты не любишь Бога. Надо понять этот принцип, что если ты кого-то любишь, то этот человек, он или становится для тебя разрушающей силой, которая разрушит твою судьбу, или счастьем. Все зависит от твоих отношений с Богом. Вот если ты, допустим, Бога сильнее любишь, тогда твое чувство собственного достоинства в время любви к человеку будет наполняться и дарить ему любовь, ответную любовь. Но если ты, как бы, погряз в человеке, как бы в нем растворился, про Бога забыл, то тогда от этого объекта тебе чувство собственного достоинства не будет наполняться, потому что человек эгоистичный по природе, он будет забирать твою любовь в себе, и ты будешь истощаться, терять себя, терять свою красоту, свою силу. То есть эта любовь к человеку, она истощает, выматывает, ты становишься несчастным, ты не становишься счастливым, самодостаточным. Значит, у меня неправильная любовь. Правильная любовь окрыляет, дает силы, чувство, что все будет хорошо. Правильная любовь означает, что ты напитываешь свое чувство собственного достоинства чем-то, а потом отдаешь, напитываешь, отдаешь. Но если ты зависимость пал от человека, это любовь неправильная. Любовь, вера к человеку разрушает, любовь, зависимость, понимаете, зависимость. Ты зависишь от человека. А надо наполняться, отдавать, наполняться природой, отдавать, наполняться людьми добрыми, отдавать. Вот я наполняюсь вами добрыми людьми, смотрю вам в глаза и отдаю вам это назад. Так мы с вами общаемся. Гляжусь в тебя, как в зеркало, как в самоотражение, И вижу в нем любовь мою и думаю о ней. Давай не видеть мелкого в зеркальном отражении. Любовь бывает долгою, а жизнь еще длиннее. Примерно так. Гляжусь в тебя, как в зеркало, как в самоотражении, И вижу в ней любовь мою. Понимаете? То есть не гляжусь в тебя, как в то, что должно быть моим, Не гляжусь в тебя, как в то, что уничтожает меня, Как в то, от чего я завишу, А как в зеркало, радуюсь человеку. Это правильная любовь, любовь, зависимость неправильная. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.